Добрый день, уважаемые участники площадки. Мы будем обсуждать противоправные действия председателя суда, направленные на создание препятствий одному из участников нашей с вами площадки доступу к правосудию. Более того, эти противоправные действия председателя суда достаточно точно отражают тот уровень судопроизводства, в кавычках, который обеспечивается этим председателем в соответствующем судебном подразделении. Та информация, которая у нас имеется на руках, свидетельствует о том, что само судебное подразделение не создано на основании закона, и поэтому каждый из тех, кто находится в этом судебном подразделении, действует на свой страх и риск, то есть самоуправно, самоуправно пытается разрешать вопросы, которых он некомпетентен. Исковое заявление о восстановлении существовательных нарушений обществом. Ну и вот, уважаемые участники площадки, давайте я расскажу краткую предысторию. Общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания «Управдом», обратилось в судебный участок с иском заявления о взыскании за должности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Естественно, исковое заявление было подано с грубейшими нарушениями императивных требований, установленными статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса. Однако, это заявление было принято мировым судьей Леваковой к производству, не к производству, а к производству, о чем вынесено определение. Вот, определение о возвращении искового заявления. Мировой судья судебного участка Левакова, ознакомившись с иском заявлениям могшего Виктора Николаевича к обществу «Управдом», восстановление положения, существовавшего до нарушения «Управдом» права заявителя. Обратите внимание, вот это что? На основании чего она думает, чтобы вправе вместо поставленной подписи ставить подпись? Чего она себе облегчает работу? Не умеешь работать, иди учись. Не хочешь учиться, иди подметай. Вот эту закорючку. Проставление бессодержательных рисунков под документами, которые вызывают юридические последствия законом непредусмотрено. Подпись должна быть. Левакова, либо фамилия, имя, отчество Леваковой. Вы, на вот это определение, вы направили какой-то другой документ, да, я насколько понимаю? На определение я отправила уже частную жалобу, в котором указала, какие она ошибки совершила. Там не ошибки. Это нарушение порядка установленного законом. С статья 55 Гражданского процессуального кодекса. Документ, чтобы стал доказательством, он должен быть оформлен в соответствии с порядком, установленным законом. Если документ оформлен с нарушением порядка, установленным законом, значит, он не имеет юридической силы и возможности вызывать юридические последствия, кроме последствий, связанных с его ничтожностью. К этому документу должны быть применены последствия недействительности ничтожной сделки. Одно из нарушений, это то, что нет сведений об ИСЦ его представителе. И всего лишь один довод вписан. И далее Виктор Николаевич ходатайствует о том, чтобы в судебном разбирательстве представлял интересы я. И прилагает доверенность свою. Ну, правильно. Отсутствует указание на лиц. Все, давайте разбирайтесь. К этому юридическому заявлению еще куча заявлений может быть подана. Они утонут там, если мы начнем заявление подавать по каждому. Давайте разберем. На ваше заявление, поименованное как ИСКОВАЕ. Что значит на ваше заявление, поименованное как ИСКОВАЕ? Поступивший в прием и в тот же день, ходящий 49.33. Ну-ка, давайте-ка вернемся. Ну и назовите мне, пожалуйста, фамилию, имя, отчество того лица, которое осуществило приемку вашего ИСКОВАЗАЯВЛЕНИЯ. Не знаю. Более того, смотрите, оно же не подписано, насколько я понимаю. Проставление закорючек под документом действующим законодательством не предусмотрено.